Астраханская 84 и Левна ТОС-21. Ямы ужасные, просто я говорю, двор мамочки с колясками, если машина едет, все полностью покрыто водой. Большинство домов в этом районе 70-х, 80-х годов прошлого века. Отсюда и проблемы. Председатель ТОС-19 Лина Уфимцева озвучила несколько проблемных моментов. В первую очередь разбитая внутритворовая территория. Как рассказала общественника Анжелика Бузунова, территория вошла в муниципальную программу и в этом году будет отремонтирована. Также общественники предложили ограничить движение на дворовой территории. Очень проблемный вопрос последних месяцев – оплата отопления. В доме по улице Лермонтова-119 прибор учета сняли месяц назад, и теперь жители волнуются, как будет начисляться оплата. Но представители управляющей компании «Коммунальщик» успокоили жильцов. После проверки прибор вернется на место, а оплата за период его отсутствия не повысится и будет начисляться по среднемесячным показаниям. Первый заместитель главы Анапы обратилась к «Коммунальщикам» с просьбой не оставлять людей в неведении и все действия с приборами учета осуществлять только в присутствии общественников. Еще одна просьба общественности – установить детский городок, которого так не хватает в большом спальном массиве. Тем более для него есть уютный зеленый уголок. И этот вопрос Анжелика Бузунова пообещала решить в течение начавшегося года. Я вам не могу сказать конкретно по срокам, но это ориентировочно будет, наверное, июнь месяц. Установим. Спасибо. Татьяна Федякова, представитель дома номер 114 по улице Некрасова, рассказала, что в старом доме остро назрела необходимость капитального ремонта. И кровля, и подвал требуют срочного вмешательства специалистов. Как пояснили представители управления ЖКХ, в данном доме низкая собираемость средств в фонд капитального ремонта. Как только жильцы накопят необходимую сумму, дом будет включен в программу ремонта. В 2016 году в городе-курорте в программу капитального ремонта вошло 11 домов. Средства на эти цели собрали жители многоэтажа Канапы, собственники квартир. В 2017 году проходят экспертную оценку 21 дом.